Удалять предикторы по одному будет очень долго, поэтому существует автоматизированная процедура удаления незначимых предикторов. Их очень много, и все они называются пошаговыми регрессиями. Снова идем в Binary Logistics и в методе меняем Enter на BackwardWalt. Методы Backward лучше, чем методы Forward, но требуют больше памяти. Среди методов Backward в данном случае мне больше нравится Vault, поскольку он позволяет не только исключать, но и добавлять некоторые исключенные предикторы. Если вдруг оказалось, что в системе предикторов, которая на некотором шаге сложилась, данный предиктор оказывается значим. То есть сначала он был незначим, система поменялась, и он оказался значим. Поэтому BackwardWalt. Идем в Options, и здесь мы должны настроить Significance или P-Value для удаления предикторов. По умолчанию стоит 1,10. 1,10 нас не устраивает, мы хотели бы 0,05. Если мы поставим ровно 0,05, машина будет ругаться, что включение и исключение имеют один уровень. Поэтому 0,051, continue и запускаю. Из результатов меня пока что интересует только табличка Variables in the Equation из блока 1. Я перенес ее в Excel. Также здесь находится синтекс. Этот экселевский файл вы можете найти на листе, посвященном логистической регрессии, справа. Что мы видим? Что у нас осталось 35 предикторов. Еще раз нужно запустить процедуру в случае, если у нас предикторы имеют миссинги. У нас они имеют миссинги, хотя они очень много. Поэтому необходимо запустить процедуру еще раз уже только с этими предикторами. Поэтому если смотреть синтекс, то вот только эти предикторы. Я запускаю и получаю вот такую табличку Variables in the Equation.